Всем привет! Всем привет! Всем пока! Чем больше пакетиков, тем лучше! Сегодня мы вам представляем Ubuntu. И значит первая версия Ubuntu вышла, четвертая версия не начиналась первой. И каждая из них последующая заканчивалась чаще всего или начиналась с 0.4 версии. То есть первый выход Ubuntu 4.10, дальше Ubuntu 5.0.4, 5.10, 6.10 и 7.0.4. Ubuntu появилась как уникальная платформа, которая позволяла использовать Linux в очень удобной графической среде. В отличие от большинства, и стала одной из самых популярных в мире дистрибутивов для поддержки веб-серверов. По утверждению, что Ubuntu примерно пользуется 20 миллионов пользователей во всем мире. И это занимает четвертое место, посетивший сайт distrowatch.com. Первоначального имени проекта Ubuntu было no-name, yet пока еще без имени. Изначально Ubuntu создавалось как временное ответвление Debian, но в итоге очень стало популярной. А Ubuntu ориентирована для удобства и простоты использования. Оно включает широчайшее распространенное имя утиле Seudo, которое позволяет пользователям выполнять административные задачи и использовать эту систему. Впервые версия Ubuntu вышла в 2004 году, в 20 октября. И пятая версия вышла в пятом году. Шестая версия в шестом году. И поддерживалась до 2008 года. И вот так он менялся постепенно. Графический интерфейс все становился все интереснее. И современие 8, 9, 10, 12 версия уже появилось до 2012 года. Дальше произошли значительные изменения. И Ubuntu продолжался использовать. Версия LTS была предназначена специально для длительной поддержки. Название очень интересное. Каждая версия имела кодовое имя. Например, на русском языке самая первая встреча, первая версия называлась «Бдительный бородавочник». Дальше вышла «Седой ежик», «Бодрый барсук», «Сметливый селезень», «Тропотливый тритон», «Отважный лененок», «Геройский гиббон», «Цепкая цапля» и «Надежный тар», «Утопленный», точнее «Утопленный» сказал «Утопический единорог». А самая последняя версия вышла 2104. Итак, с 18 версии называлась «Бионический бобр». Дальше дискотечная динго, «Рассветный горностай». Дальше 20 версия сосредоточенная фосса. Кстати, фосса – это хищное млекопитающее семейство мадагаскарских вивер, являясь единственным современным представителем рода «Криптопрокта». 20 версия 10 вышла как крутая горилла. 2104, которая состоялась и вышла в январе 2002 года. Шутка, да? И под названием будет «Косматый гиппопотам». Но сейчас нам доступна версия только 20.04. И все ей пользуются как самой популярной удобной средой, для которой предназначена куча всяческих интересных графических оболочек, команд, можно использовать всяческие программные приложения, использование веб-серверов, оптимизация для всяческих разных устройств, и можно использовать, конечно же, без рабочего стола. Вот такой уникальный и интересный рассвет случился с этой популярной операционной системой, которая пользуется и знаком, наверное, как каждый сисадмин или продвинутый пользователь во всем мире именно с этой оболочкой. Если вам понравилось, ставьте лайк. Я специально не затягивал это видео, чтобы вы получали максимальное удовольствие от просмотра и изменения графического интерфейса. Как менялась среда. Это всегда интересно. Как развиваются технологии каждый день. С вами был я, Костя, Фейерс Пакеда. И удачи!